Стать первоклассником непросто. Детям приходится искать новых друзей, свое место в новом коллективе и привыкать ко множеству непонятных правил. Помочь им смогут герои книг, в жизни которых происходят очень похожие перемены. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг «Первый раз в первый класс», который поможет детям и родителям безболезненно пережить первый день в школе. Андрей Платонов очень трепетно относился к своей первой учительнице. «Я ее никогда не забуду, потому что я через нее узнал, что есть пропетая сердцем сказка про человека». Наверное, поэтому и появился добрый и сердечный рассказ о маленьком мальчике Артеме, который боялся идти в первый раз в школу, потому что знал только свою любимую маму и дом. Все было малышу чужое, страшное. Даже знакомый гусак, соседская жучка, враждебно провожали его в то утро. Но учительница Аполлинария Николаевна нашла подход к нашему герою и стала для него еще одной только школьной мамой. Интересно читать истории Марии Бершацкой. Главная героиня ее книг большая маленькая девочка Женя. С одной стороны, в семье она младше всех, даже своей любимой такси ветки. А с другой, чтобы заплести ей косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Вообще Женя точно такая же, как и все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, когда ее разглядывают или считают какой-то особенной. В четвертой книге «Семь с половиной крокодильских улыбок» Женя, наконец, идет в первый класс. Она давно мечтала о том, как наденет большой красивый бант, познакомиться с веселой учительницей и быстро подружиться с соседкой по парте. Только вот почему-то все сразу не заладилось. Накануне Женю отвели к стоматологу, и она лишилась всех своих крокодильских улыбок. А потом была линейка. Вы знаете, почему она так называется? Потому что на ней надо очень-очень долго стоять. А от этого ноги делаются прямыми и твердыми, как деревянные линейки. А еще оказалось, что гладиолусы весьма тяжелые, если их тебе отдадут все ученики первого Б-класса. И учительница Маргарита Романовна оказалась совсем не молодой и веселой, а похожей на снежную бабу. Как будто два больших шара положили друг на друга и сделали тело. Белые волосы сложили в шарик на макушке, а на нос надели очки в круглой оправе. Неприятности начались с самого начала. Женя утопила классный журнал, потом разбила мечом окно в столовой. А потом девочка поняла, что ей не только парта, но и вся школа мала. Как теперь быть? Может быть, лучший друг Мишка что-нибудь придумает? Эта интересная, написанная легким языком книга, замечательно подойдет для совместного чтения с первоклассником. Поможет с юмором обсудить трудности и страхи первых походов в школу. Рассказы из сборника Виктории Лидерман «Уроков не будет» посвящены ученикам младшей школы с первого по четвертый класс. Этим детям еще многому предстоит научиться терпению и дисциплине, умению постоять за себя и дипломатии. Главная героиня рассказа первый класс Маргарита и дядька пират отправилась в школу почти восьмилетней. Надо сказать, что она и в детский сад-то не ходила, потому что по несколько часов рыдала в раздевалке, вцепившись в дверную ручку. И мама через неделю сдалась. Маргарита очень надеялась, что мама также легко смирится с мыслью о том, что и в школу ее дочь ходить не будет. Но не тут-то было. После долгих уговоров, скандалов и дорогих подарков девочка согласилась сходить на школьный праздник первое сентября. Маргарита попыталась представить себе школу, поделенную на классы. У нее получилась глубокая яма, разделенная перегородками на большие квадраты. В каждом квадрате сидит множество детей. Все кричат и прыгают, карабкаются по стенкам и пытаются выбраться наверх. А возле квадрата стоит учительница и грозно щелкают кнутом, как дрессировщик в цирке. Кстати, учительница девочке тоже не понравилась. Она имела большое сходство со старухой Шипокляк. И правила школьные ей не понравились. Маргарита сделала вывод. Школа – это место, где все должны делать то, что не хочется, и слушаться того, кто не нравится. Только не поняла, зачем. Искрометный юмор, забавные диалоги, непосредственная детская логика заставляют смеяться во время чтения всего рассказа. Прочитать его будет полезно и взрослым. Возможно, кто-то узнает своего ребенка и поймет, что малыш не капризничает, а просто боится разлучаться с мамой. Главная героиня повести Евгения Шварца Маруся побыстрее хотела стать первоклассницей, поэтому одна пришла записываться в 155-ю гимназию. Мама была занята, папа в командировке, и девочка решила, что справится сама. В приемной удивились, но новая ученица достала целый пакет документов, и среди них отыскали номер телефона и домашний адрес Маруси. Очень девочка переживала в ожидании первого сентября. Она даже слушалась бабушку и не дралась с ребятами, и вообще вела себя прилично, до тех пор, пока старый недруг Сережа на слабоне предложил ей обрызгаться из шланга, которым дворник поливал двор. Маруси было не слабо, но, пробыв на холодном ветру, она заболела и провела несколько дней в постели с температурой, едва успех выздороветь к заветному дню. И тут началась новая, интересная, полное событий и переживаний жизнь. Из капризной, своевольной, самолюбивой девочки, под воздействием учительницы Анны Ивановны и своих новых подружек, она превращается в дисциплинированную, общительную и отзывчивую ученицу. Повесть Юза Олешковского посвящена его сыну Алёше. Она рассказывает о первой неделе в школе Алёше Сероглазово, который оказался еще и самым младшим в классе, за что получил прозвище «Два портфеля». В общем, 1 сентября я пошел в школу, и на первой же перемене самый высокий из нашего класса мальчик Миша Львов измерил меня с ног до головы моим же портфелем. Измерил и тут же дал мне прозвище «Два портфеля». А сам себе он присвоил прозвище «Тигра» из-за фамилии Львов. Даже до старшеклассников дошло мое прозвище. На переменках они глазели на меня и удивлялись. «Два портфеля». Действительно, два портфеля. Мальчику обидно, когда одноклассники начинают дразнить его из-за маленького роста. Но как меняется его жизнь, когда он заводит новых друзей? Какую роль в этом играет верный щенок Кыш? Читайте в книге Юза Олешковского «Кыш. Два портфеля и целая неделя». Не только дети переживают начало нового этапа в своей жизни. Родители тоже снова идут в первый класс. Сдавая ребенка в школу, они в один день понимают, как беззаботно им раньше жилось. Книга Марии Трауп «Дневник мамы-первоклассника» – реалистичная юмористическая повесть, в которой описаны ситуации, с которыми сталкивались в той или иной мере все родители. Тяжелые утренние подъемы, ненавистная физкультура на лыжах, забытая сменка, различные дразнилки, домашние задания и много чего интересного. В общем, книга содержит много полезных сведений и может быть рекомендована к обязательному прочтению родителями будущих шкалеров, как повод лишний раз посмеяться над собой. О первом дне в школе написано немало книг. Читая их вместе с детьми, можно поразмышлять над разными ситуациями, забавными и не очень, посмотреть на разных учителей со стороны, проанализировать поведение героев и сделать выводы. А мы вам желаем, чтобы ваш ребенок полюбил в школу, захотел учиться, нашел настоящих друзей и мудрых педагогов.